Финал 4 Повторение прошлогоднего финала чемпионата и матча за Суперкубок Казанский «Зенит» против кемеровского «Кузбасса» Главный вопрос – сыграет ли Виктор Полетаев после травмы В итоге Витя не вышел К концу разминки мы уже понимали, что Виктор играть не будет Конечно, это ударная сила этой команды Меня немножко удивило сегодня психологический настрой Кемерова Обычно, когда лидер травмируется, ты можешь играть вольготно, раскованно Но сегодня я не видел уверенности в их глазах Команда Кемера, она сейчас уже… Это не только Витя Полетаев Это, в общем, у них общая игра очень хорошая И доигровщики взяли нагрузку, которую нет, видите Это показывает чемпионат, несколько игр проведенных без него Они, в принципе, очень хорошо смотрятся Поэтому тут тяжело сказать, что это команда одного Виктора Полетаева У Казанцев Алексей Вербов отмечал, что команда успела выдохнуть и перезагрузиться Побыв всего лишь несколько дней дома В старте появляются Михайлов Нгапет, Соколов Будько, Вольвич Лихошерстов, Голубев на позиции Либера А Владимир Олегов занимает место на тренерской скамейке Прямо за спиной Алексея Вербова Во-первых, это важнейший турнир Во-вторых, опыт сумасшедший Владимира Омановича может понадобиться и пригодиться команде в любом его виде Иногда ты можешь повернуть голову назад, увидеть просто улыбку на лице И для меня это важно Владимир Оманович всегда на тренерочном процессе присутствует То, что он приехал на кубок, я думаю, что это хорошо, потому что авторитет все-таки есть авторитет В первом сете казанцы практически не ошибаются Хороши на блоке и тащат мячи в защите А вот Кузбасс Бесполитаева показал лишь 31% в атаке в первой партии А уверенные 20-12 зенитовцы довели до более скромных, но победных 25-20 Мы начали довольно поздно в первом сете играть И потом мы получили несколько пунктов, потому что это не достаточно Это довольно большая разница Во-первых, мы перед финалом очень отдохнули, перезагрузились Плюс у нас был очень хороший настрой И общекабальная игра дала о себе знать Но в первую очередь понравилось отношение ребят Выполнение всех установок было на должном уровне И самое главное, глаза, которые я у них видел Это то, чего мы так долго ждали Сами понимаете, финальная часть Кубка России И сейчас уже любые отговорки про физику или еще про что-то отходят на второй план Вадим Лихошерстов, герой второго сета Именно его коварные планеры позволили трансформировать рядовой счет 5-3 в ужасающие 11-3 Всего же Вадим набрал 11 очков за матч с тремя эйсами и двумя блоками У гостей появились на площадке экс-зенитовцы Евгений Севажелес и Иван Димаков Но и они не смогли исправить ситуацию И вновь 28% в атаке у Кузбасса против 60% у Зенита Как результат разгромные 25-15 Мы работали над соперниками, разбирали игру Поэтому, в принципе, знали, как предполагают, где слабые и сильные стороны А вот за счет этого и пытались сыграть Третий сет получился наиболее упорным Команды шли вровень до середины партии 14-14 А вот далее зенитовцы включили максимальные обороты В итоге по 10 очков набрали Михайлов, Нгапет и Вольвич А самым результативным стал Цветан Соколов с 15 очками Все-таки Кузбассу очень тяжело без одного из лучших диагональных мира Виктора Полетаева 25-18 в третьем сете и 3-0 в матч Казанский «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в финале Кубка России Во-первых, Казань очень хорошо сыграла Не дали нам, наверное, почти ничего там забить особо Играли очень самоотверженно в защите С боком справлялись Подавали подачу, подвигали нас от сетки Но все элементы игры, в общем, у них были на высоте Всегда полностью довольным, конечно, нельзя быть Но действительно, сегодня много получалось Но обычно в такой ситуации, как говорится, вина не только на команде, которая хорошо играет Но и вина, которая плохо играет Поэтому я думаю, что Кузбасс сегодня не показал той игры, которую показывал предыдущие сезонные игры Поэтому так все случилось Но сегодня у них что-то не получилось Я думаю, что это больше вопросы к ним Меня интересует наша команда И сегодня могу сказать только спасибо каждому из них Начиная от тех, кто стоял на площадке Заканчивая теми, кто был готов выйти в любой момент И стоит повернуть голову И там шесть человек уже снимает кофту Это важно для нас Кубок России в очередной раз Он не для нас Проходит мимо нас Забываем сегодняшний день И двигаемся дальше Соперником казанцев по финалу стал Санкт-Петербургский «Зенит» Который также со счетом 3-0 переиграл Хозяев финала 4-х Московская «Динамо» Итак, 26 декабря 8 часов по московскому времени Повторение прошлогоднего финала Кубка России Зенитовское дерби Казань против Санкт-Петербурга Прямую трансляцию финала Вы сможете посмотреть, включив Федеральный телеканал «Матч ТВ» А также на интернет-порталах sportbox.ru и tvstart.ru 26 декабря в 20 часов Девушка, а вас как зовут? Валя А меня Федя Мы дура Санкт-Петербурга